Приоритетным направлением социальной политики в России является реабилитация людей с ограниченными возможностями. Программа «Доступная среда» помогает особенным людям чувствовать себя увереннее и вести нормальный образ жизни в обществе. Всего за два года существования программа принесла свои плоды. Тренировка будущих чемпионов в Чебоксарах происходит именно так. Удивительное упорство, уверенный взгляд и желание бороться уже делают ребят победителями не только на соревнованиях, но и в жизни. Детско-юношеская спортивная адаптивная школа на протяжении многих лет позволяет детям с ограниченными возможностями поверить в себя и в свои силы. Федеральная программа «Доступная среда» дает возможность выйти на новый уровень. Она уже действует два года, но только за прошлый год потрачено более 5,5 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы школы. В этом году на эти деньги мы приобрели большой автобус для командирования детей на соревнования, закупили спортивный инвентарь по пауэрлифтингу, такого в республике нет, специализированный, сертифицированный для международных соревнований. И приобрели два стола для настольного тенниса и робот. В 2013 году со стороны федерального бюджета поступит такая же цифра в рамках этой программы, и такая же цифра будет просто финансирована со стороны федерального бюджета. И только что мы сейчас обсуждали с директором школы вопрос развития. Конечно, хотелось бы, чтобы оборудование, которое будет приобретаться, действительно принесло пользу. Это дает дополнительное внимание к нашим особым детям, к детям, которые, наверное, самые незащищенные сегодня в условиях нашей современной жизни. Школа имени Соколова уже воспитала многих выдающихся спортсменов. Среди них и люди с ограниченными возможностями. За три года занятий пауэрлифтингом Олег Белов уже успел стать рекордсменом Чувашской республики весовой категории до 56 килограммов. Его результат почти вдвое превышает его собственный вес. Секрет успеха зависит не только от упорства, но и от правильного оборудования, утверждает спортсмен. Держать удобнее в руках грифы, ногу, прям уже чувствуется, как хорошо держится. Скамейка, она как раз для инвалидов, для пода. Тут закрепляется, ноги закрепляются ремнем. Как бы мы ездили на Россию, неправильно завязались, и нам результат не засчитали. Каждое утро, как бы проснувшись, уже тянет в зал. Организм требует, как бы уже все, хочется больше, больше. Поднять штангу побольше хочется, конечно. Каких-то достичь результатов. Программа «Доступная среда» действует до 2015 года. За это время вряд ли удастся сделать всю жизнь людей с ограниченными возможностями максимально удобной. Но если реализовать то, что задумано, многим из них станет намного проще. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова